Верогодний за всё, в этот сельско-господарский год лёгким не будет, навык, когда меркать по климатичных умовах. Снежного покрыва практически не было, а тому и велигать в Глебе не вельми шмат. В этом году под Яровое-Зерневое на Гомщине отведено коля 160 тысяч гектаров для поровнания, а зимы в регионе занимают площадь, маль, у двоя большую. Разом с тем поздняя весна диктует свои умовы для того, как поднимать добрый уроджай, сеять придется в достаточно степлые термины. Весенний сель надо кончить не позже 20-25 апреля. Только тогда можно ожидать хорошего результата при соблюдении технологии. По информации комитета дежурного контроля, недохлопы за подрактовкой техники до весновых полевых работ выявлены у Добрским, Лоевским и Октябрьским районах. Реческий район у ГТСПИС не трапил. У Кагаси 50-готкастричника кажут, что, коли б на дворе дозволяло, выйсти на палетки могли б уже давно. После ляки мрази технику тут отрамотовали свои часова, и, як заповнюють специалисты, якосно. Неоплошнюю чергу по финансовым причинах работы проводили самостоинно, причем на запчастках не экономили, набывали только самое якосное и надейное. Сам сделаешь, сам будешь работать. Если свой дветель заводской родной перебрал, то он где работает. А на завод сдал, я сколько уже по опыту, он работает мало. И потом много нараканий. Что-то честоносение зерневых культур, то, по информации комитета дежурного контроля, им господарки в области у целом забеспечены. Разом с ним контролеры звернули увагу на невельми высокие темпы накопления минеральных удобрений, по культуке чверть от потребностей. При том, что только из обоих ранних яровых крупотов яскосов не обмежуются, необходно доглядать еще и за посевами азимых. Перезимовали они основным неадренно, и коли не здаются неких климатичных катаклизмов, можно сподеваться на добрый урожай. Как только станет положительной температурой, начнет вегетация, мы их начнем подкармливать азотными удобрениями. И в данный момент азимы нас удовлетворяют.